МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Геронда, очень тревожит вопрос о вакцинации от коронавируса. Есть сомнения, стоит ли делать прививки. В то же время мы видим, что больницы переполнены заболевшими коронавирусом. Большое количество людей умирает. Как быть? Очень интересует ваше мнение. Было бы хорошо, чтобы верующие не интересовались мнением батюшек о вакцинации, о болезнях или о лекарствах против конкретного заболевания. Они могут интересоваться, как духовно проживать эту болезнь, а не тем, какое принять лекарство. С точки зрения логики, это странно. Мы же не приглашаем доктора, чтобы он осветил дом или совершил соборование. Также мы не станем звать священника, чтобы спросить, хорошее ли то или иное лекарство. Это делает человека глупым. У врача будем спрашивать о лекарствах, а священника будем звать для освящения дома. Но не наоборот. Люди перестали, возможно, из-за болезни, быть логичными. Может, они изначально такими не были, но сейчас, в случае с этой болезнью, проявилось, насколько мы странные. Мы же не спрашиваем юриста, как построить дом. Или архитектора, виновен или нет человек, который обвиняется в каком-то преступлении. Каждого следует спрашивать по его специальности. Если какой-то священник является врачом, ты его можешь спросить о лекарстве как врача, но не как священника. А батюшки из любви часто увлекаются, дают ответы, а потом об этом жалеют. Поэтому давайте не будем вводить в искушение священников, задавая вопросы, которые не входят в их компетенцию, и этим подталкивать их к ответу. Я никогда не отвечаю на такие вопросы. Если скажу кому-то, сделай прививку, и он сделает, у него могут проявиться побочные эффекты, и он будет страдать. Тогда меня станет ругать и он сам, и его семья. Если я скажу, не делай прививку, и он заразится и заболеет, все равно будет меня осуждать. Подумает, вот он сказал мне не прививаться, а если бы я сделал прививку, то не заболел бы. И семья его так же бы меня ругала. Батюшка виноват в том, что он заболел. Скажу я ему, делай, или наоборот, не делай, я не избегу обвинений. Зачем тогда мне что-то говорить? Сам человек от этого не получит пользу. Меня иногда спрашивают, вы прививались? На это я тоже не отвечаю, потому что таким образом я бы косвенно сказал, прививайтесь и вы. Но если люди это делают, и что-то пойдет не так, снова меня будут ругать. Поэтому мы не отвечаем на такие вопросы. Здесь, в Греции, один священник говорил, ни я, ни моя матушка, ни мои дети, ни те, кто приходит ко мне на исповедь, никогда не сделают прививки. А потом он заболел этой страшной болезнью, заразил свою матушку, детей и других людей. В конце концов он выздоровел. Его забирали в больницу. Мучился, но выздоровел. А его сын умер. И сейчас этот священник публично признает, что поторопился с высказываниями. Так что давайте мы, батюшки, не будем торопиться. А верующие пусть перестанут спрашивать батюшек о лекарствах. Пусть научатся спрашивать об этом врачей, а о духовном лекарстве пусть спрашивают у духовных врачей, чтобы не путали это в своем уме. Потому что будут страдать те, кто спрашивают. Получают люди ответ от батюшки или нет, они спрашивают не у того человека. Геронда, хотел узнать, болеют ли сейчас на Афоне и в Греции в целом? Или пандемия уже прошла? Все заболевают. Одни болеют и выздоравливают. Другие умирают. И монахи, и святые. Мы все одной плоти. Одинаковое тело нам дал добрый Господь. Все одинаково боремся. Все мы распинаемся. Когда болели такие люди, как апостол Павел, святой Нектарий Игинский, Ефремо Резонский, или как святой Паисий, так почему же мы не заболеем на Святой Горе? Дело не в том, заболеваем мы или нет, а в том, как мы сражаемся с болезнью. Апостол Павел говорил, за все благодарите, за все славьте Господа. Он имеет в виду, благодарите за то плохое, что с нами случается. И когда мы не славим Господа, будучи здоровыми, не говорим, Господи, благодарю Тебя за те дары, что Ты мне послал, за те благодеяния, что Ты мне дал. Как будем благодарить Его в болезни? Так что проблема не в самой болезни, а в том, как мы с ней справляемся. Может быть так, что болезнь принесет человеку большую награду от Господа, когда ее стерпит, прославляя Его. Или она может привести его в ад, и там он пропадет, если негодует на Господа. Одинаковая болезнь одного спасает, а другому приносит наказание. Следовательно, проблема в самом человеке. Один через болезнь получит спасение, другой — мучение. Почему Господь это позволяет, это дело Божье, а то, как мы боремся с этим, это наше дело. И мы, мы, деком нашим дуле. И мы, мы, деком нашим дуле.